Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. Со мной, конечно же, моя помощница, маленькая Соня Карапуз. А у нас сегодня распаковка. Распаковка из магазина Пятерочка. Покажем, что купили. На самом деле, у нас вообще прям очень бюджетная закупка. Взяли только то, что самое необходимое, что у нас дома закончилось, можно сказать. Вот. Обязательно расскажу, что по ценам. Цены изменились немного. Ой, намок чек. Вот такой чек у нас с нашими покупками небольшой. Итак, у нас дома закончился чай, поэтому я купила вот такой озерчай. Был он по акции 109,99. Ну, 110 рублей, можно сказать, за 100 грамм. Чай такой беру периодически. Мне очень нравится. Поэтому, кто любит тоже крупный листовой чай, советую. Могу советовать смело, потому что действительно чай неплохой. Пока не испортился. Что будет дальше, не знаю. Но вот мне нравится. Взяла такой чай. Также взяла я, конечно же, свежий хлеб. Мы хотим, планируем уточек, да, с тобой кормить, дочек? Да. Пойдём уточек кормить. Погода вроде бы нормализовалась, поэтому взяла хлебушек обязательно для того, чтобы покормить нам птичек. Батон стоил 16 рублей 49 копеек. Ну, в принципе, цена не изменилась. Также я купила гречку обычную в пакете в целлофановом. Гречка стоила 64 рубля. Какая-то акция. Но вот предыдущие у меня распаковки были. Акция в пятёрочке на красную цену была вообще гречка по 54 рубля. Представляете, это немножечко подорожало. Но, тем не менее, цена достаточно выгодная, потому что ещё буквально не так давно. Все, наверное, помнят, гречка стоила и 80 рублей. То есть мы с Сонечкой увидели и сразу же взяли. Правда, единственное, что здесь 900 граммов в салютке. Также, куда же без этого? Любимая Сонина каша. Пшено. Здесь тоже, по-моему, грамм 900. Да, кашка свежая, просто вообще свежайшая. Вот-вот только её упаковали, расспасовали, судя по дате. Пшено беру такое не в первый раз. В принципе, неплохое. Я его хорошенечко вымываю перед тем, как готовить кашку. И мы готовим кашу. Сегодня эту кашу не будем. Сегодня будем, наверное, яишенку. Сейчас будем снимать для вас как раз, друзья. У нас там захотелось мне яишенку просто с колбаской, что-нибудь такого вкусненького. А так мы практически вот каждый день готовим пшенную кашу. Соня полюбила пшенку настолько, что другой каши даже не хочет. Лишь иногда рисовую. Геркулесовую вообще не хочет. Манну ни геркулесовую, ни манную. Вот единственное, знаете, я опять забыла купить в магазине, посмотреть, по крайней мере, есть ли вообще крупа кукурузная. Я говорила уже, что мы хотим кашку приготовить из кукурузной крупы. Но вот я опять забыла. Надо записывать всё-таки, когда входишь в магазин. Я раньше всегда делала, записывала, чтобы ничего не забыть. А сейчас вот по-быстрому, по-быстрому. Соня меня постоянно быстрее, быстрее, быстрее. И в результате забываю. Так, пшено стоит 31 рубль с копейкингом. Ну и также я бы сказала, что мы очень бюджетно сходили. Также мы купили вот такого цыпленка. Цыпленок у нас вышел на 234 рубля за килограмм 134 рубля всего-навсего курочка. Курочка хорошая, именно вот эта фирма. Я постоянно беру в пятерочке именно этого производителя. Мне нравится больше, чем петелинка. Хотя петелинка вроде подороже, но петелинку обрабатывают хлором. И вот этот запах хлористый мне не нравится вообще. А вот эти курочки запаха такого не имеют, друзья. Хоть они, может быть, и не такие беленькие, они более синенькие. Но для людей, кто рождённый в СССР, так же, как и я, помню, какие куры были у нас тогда. И они были очень вкусные. Ну, я согласна, что это, конечно, не домашняя курочка. Домашние-то вообще, петушки-то и курочки-то другой разговор, это вкуснотища. Ну, магазинные всё-таки, что есть, то это и есть. Я думаю, что в магазине, в принципе, любая курица, она и курица из магазина. Только цена отличается, упаковка, бренд, раскрутка. Ну, многие, наверное, понимают о том, что цена многих продуктов зависит не от качества даже иногда, а именно от количества финансов, вложенных в рекламу. То есть мы платим за рекламу. Поэтому я иногда... Даже у девчонки мне пишут, что я покупаю дешёвый продукт. Я предпочитаю иногда не платить за рекламу из своего кошелька, а купить, в принципе, продукты, которые не настолько разрекламированы, но не менее хуже они от этого не становятся, а даже иногда и лучше. Так что вот так, друзья. Пишите в комментариях, какие продукты покупаете в пятёрочке вы. Может быть, тоже какие-нибудь, я не знаю, к чае я привыкла. Я, естественно, все чаи не пробовала. Мне очень нравится бета-тие. Я уже не раз об этом говорила. Но в последнее время уже эта марка тоже начала портиться. Хотя цена достаточно приличная. Вот Азер чай мне в последнее время – это мой фаворит из чёрного чая. Вот не знаю, никак не могу найти хороший зелёный чай. Именно крупнолистовой для заваривания в чайнике. Ничего мне не нравится. Перепробовала, наверное, всё, что продаётся на полках наших магазинов. Но почему-то весь чай зелёный, он мелкий. Мелко-листовой. И вот всё не то. Почему не сделают производители, не знаю, для сетей, допустим. Зелёный чай хороший? Я не знаю. Поэтому поём пока чёрный. Ну, добавляю, вы знаете, я добавляю и чебрец, и мяту. У меня много всяких травок для вкуса, ну и для пользы. Ну, на сегодня пока всё, друзья. Вот такая у нас с Сонечкой распаковочка была. Надеюсь, для вас было наше видео полезно. Пишите комментарии, поддерживайте нас лайками. Для нас это очень важно. Ну, если вы ещё не подписаны и смотрите нас без подписки, подпишитесь, пожалуйста. Для нас это очень важно. Да? 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 Соня устала. Будем сейчас готовить покушать и снимать вместе с вами мукбан, друзья. Ну, на сегодня всё. Пока. Всем пока. Увидимся чуть позже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok